Телекомпания Ахтуба, Волжская ГЭС и областной совет ветеранов представляют. Они воевали, они победили, они подарили нам будущее. И наша задача сделать так, чтобы их старость была достойной. Здравствуйте, с вами Наталья Стеганцева и проект «Спасибо за победу». Программа о ветеранах и для ветеранов. Сегодня мы в Ленинске идем в гости к ветерану Великой Отечественной войны Марии Петровне Сологубовой. Грозная опасность нависла над Сталинградом. Ни шагу назад. Отстоять город призывала коммунистическая партия. И каждый сталинградец был полон решимости выстоять до конца. За Волгой земли нет, девиз тех, кто тогда сражался за каждую улицу и каждый дом, почти превращенного в руины города. Свой вклад в оборону Сталинграда вынесла и Мария Сологубова, 16-летняя девчонка. Она была среди тех, кто на левом берегу строил оборонительные укрепления и площадки для взлета самолетов. Затем, в конце 42-го, после обучения на курсах медсестер, оказалось, что называется в самом пекле Великой Битвы. Смерть таилась за каждым углом. Страшно, конечно. Я пуля не вязать. Она чвистит и чвистит. Мне вон беретку избило, и тебе повернулся вот так, мне прямо в голову. А беретку избило. Прям стояли вот над волкой. Нам подвозили раннику. Мы обрабатывали. Сталинград, Харьков, Киев. Сколько за годы войны хрупко и небольшого роста она вынесла раненых, Мария Петровна уже и не помнит. Да, собственно, тогда никто и не считал, признается ветеран. Главное было помочь, а значит, дать шанс на жизнь. По траве хорошо, легко, а зимой-то плохо. Снегу завыруется тяжело. А как в рост не станешь, пули, снаряды там все лечить. И на коленках, как говорится, на пуде и по всякому. Ты его тащишь. Вот. Ой, не дай бог. Домой сержант медицинской службы вернулась с медалями за оборону Сталинграда, за боевые заслуги и боевым ранением, которое сейчас все чаще напоминает о себе. Послевоенная жизнь Марии Петровны также была нелегкой. Все зарабатывала с тяжелым трудом. Да и сейчас непросто. После смерти единственной дочери осталось четверо внуков. Есть и правнук. Хватило бы сил поднять сетую Целогубова. Тем более, что последние несколько лет она сама не ходит. Спасибо помогают местные власти, теперь уже рассказывает супруг нашей героини Иван Андреевич. Так совсем недавно в их домике на окраине Ленинска наконец-то появилась вода. Вода есть в доме. Но вот то, где ей пользоваться, этого нету. Да, вот это вот нету у нас там. Рукомойник вот этот вот, кухонный такой, шкафчик. Шкафчик какой-нибудь. Ага, вот все такого. Я поняла. Дело в том, что я думаю, мы эту проблему сможем решить. Ваша супруга стала участницей благотворительного проекта «Спасибо за победу». Проекта телекомпании «Ахтуба», «Волжской ГЭС» и «Областного совета ветеранов». И наша задача, насколько возможно, помогать ветеранам в решении их бытовых проблем. Так что, я думаю, в ближайшее время вы можете нас ждать вновь в гости. И помочь в том, в чем вы нуждаетесь, я думаю, мы вам сможем обязательно. Для супругов Сологубовых мы решили приобрести хороший кухонный гарнитур. Выбор его партнера проекта «Волжская ГЭС» и «Областной совет ветеранов» доверили нам. Мы остановились на модели «Кантри-2000». Ну что ж, мы вновь в гостях у уважаемой Марии Петровны Сологубовой. И сейчас время традиционной для нашей программы фразы «Ребята, заносите». Длина кухонного гарнитура 2 метра. Выполнен из ламинированного ДСП, обрамление, рамочный профиль. В комплект входят два больших и один маленький навесных шкафа, стол для мойки, который мы также приобрели, и два рабочих стола, один из которых шириной 40 сантиметров с четырьмя выдвижными ящиками. Иван Андреевич, ну кухонный гарнитур – это не все, что мы привезли в подарок для вашей семьи, для вас, для вашей супруги, внуков. Дело в том, что специально под эту кухню мы подобрали и обеденный стол. Ребят, заносите! Ребята, заносите! Ну, нравится? Конечно, нравится. Ну, слава Богу. Мы рады, что смогли вам угодить. Рады, что смогли вам угодить. Спасибо большое. Дай Бог здоровья. Кто это? К сожалению, по состоянию здоровья сама Мария Петровна не смогла оценить свою новую кухню, но ее родственники клятвенно нас заверили, что как только это будет возможно, они обязательно организуют для нее что-то вроде экскурсии. На этом очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Надеюсь, нам удалось помочь еще одному ветерану в решении его бытовых проблем. Каждую неделю на каналах телекомпании «Ахтуба» смотрите истории о новых героях. С вами была Наталья Стеганцева и проект «Спасибо за победу». Проект «Спасибо за победу» – это нужный проект, потому что в силу своих физических возможностей наши ветераны еще не могут обеспечить себя тем, в чем нуждаются. Поэтому акция «Спасибо за победу» – она решает эти проблемы. Это очень важно, то, что мы с вами делаем. И здесь не только Волжская ГЭС. Спасибо вам, спасибо вашей компании, которая освещает эти замечательные события. Без патриотизма – это неправильно, это нехорошо. Мы должны воспитывать в подрастающем поколении патриотизм и должны отдавать долги старшему поколению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!